Социальную выплату в 42,5 тысячи тенге получили больше 120 тысяч жителей Кызылардинской области. Количество заявок от населения продолжает расти. Увеличилось и число обращений в Центры обслуживания населения за электронной цифровой подписью. С момента введения чрезвычайного положения в стране сотрудники регионального филиала Госкорпорации правительства для граждан приняли свыше 60 тысяч звонков от населения. При этом сами сотрудники ЦОНов сейчас работают в условиях карантина. Тему продолжит моя коллега Райхан Тажибаева. С обычного на дистанционный формат. Карантинный режим внес коррективы не только в работу ЦОНов, но и в жизнь супругов шах-исламовых. Специалисты Центра обслуживания населения продолжают нести службу в удаленном режиме. Вместе в день принимают сотни звонков. На данный момент 80% государственных услуг в регионе переведены на электронный формат. Запущены в работу ЕГОВ КЗ, ЕГОВ Мобайл, Телеграм-бот и другие приложения. В базе мобильных граждан ежедневно регистрируют до 150 человек и помогают удаленно получить им ЭЦП, электронную цифровую подпись. Супруги говорят, чаще всего жители региона волнуют вопросы получения справок через ЕГОВ КЗ, адресной социальной помощи и выплаты в размере 42 500 тенге. Если раньше на единый контакт-центр 1414 поступало 70-80 звонков в день, то сейчас около 200. Консультирую на двух языках. Чаще всего это вопросы, связанные с получением госуслуг. К слову, сейчас в области в удаленном формате работают около 150 специалистов регионального филиала госкорпорации правительства для граждан. Каждый из них готов ответить на все волнующие вопросы жителей Приораля. Райхан Тажибаева, Этьмухамед Байдулдаев, Казларда, Хабар, 24.